В том числе НДС. Эту строчку в кассовом чеке видел, пожалуй, каждый. С 2004 года ставка косвенного сбора составляет 18%. Этим летом Госдума приняла решение повысить налог на добавленную стоимость до 20%. Наряду с пенсионной реформой, изменениями в фискальном законодательстве общество приняло в штыки. Прежде всего, увеличение ставки направлено на поступление дополнительных доходов в федеральный бюджет, средства из которых в дальнейшем будут направлены на развитие инфраструктуры, новых секторов экономики, а также на финансирование социально значимых программ. По прогнозу налоговиков, Ивановская область в 2019 году соберет 7,5 миллиардов рублей только с НДС. Казалось бы, к рядовому потребителю налог на добавленную стоимость не должен иметь никакого отношения, ведь его платят предприниматели. Однако при формировании стоимости всех товаров и услуг в цену закладывается и размер НДС. Для определенных категорий товаров действует пониженная ставка 10% или вовсе нулевая. Почти все небольшие магазины работают по упрощенной схеме налогообложения. Повышение НДС напрямую их не касается. Вы меня спрашивали, как повлияет изменение НДС на цены. Вот хочу сказать, что в наш адрес уже поступают сейчас письма от наших партнеров, поставщиков. В частности, вот у меня здесь есть пример, да, что нас информируют, что в связи с федеральным законом от 3 августа, с 1 января произойдет повышение размера ставка НДС с 18 до 20. Данное изменение повлияет на следующие товары, отпускаемые в ваш адрес. Как повлияет? Мы пока не знаем. Здесь нет никакой конкретики. Конечно, чтобы не потерять покупателей и быть конкурентно способными, сетевые магазины постараются сдержать рост цен. Однако к снижению прибыли из-за повышения налогов не готов никто. Постепенно в течение следующего года подорожают все товары и услуги, за исключением единичных позиций. И это не вина сетевиков, которые работают на так называемом вмененном налоге, который никак не изменится. Как правило, розница работает на вмененном налоге, но так или иначе производители товаров, у них у всех общая система налогообложения, и этот НДС будет закладываться на стадии производства товара. А уже розничный продавец будет получать этот товар уже с увеличенной стоимостью. Даже если он не будет увеличивать ее сам в дальнейшем, поскольку у него нет НДС, но он так или иначе получит этот товар дороже от производителя, чем это было ранее. Эксперты советуют совершить крупные запланированные покупки в этом году, а не ждать повышения цен. Конечно, повышение НДС – не повод бежать в торговые центры и скупать все, что плохо лежит, как это было в конце 2014 года. Максим Серебряков, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ, Иваново.